Девушки отдыхают Минуточку. С кем мы встречаемся? Что-то я не пойму. А, всё ясно. Сегодня мы в гостях у наших героев. У мальчика Арсения и девочки Даши. Ну, Настя, не смогу я с тобой пойти. Я маме торт решила испечь. Да, не проще купить. Ты знаешь, что маме приятнее получить подарок от собственной дочери? Сделаны своими руками. Вот я и затеяла торт испечь. Да и бабушка говорит, что на Рождество надо делать всё своими руками. О, Денис, привет! Нет, я не могу с тобой пойти. Решил сюрприз сделать маме. Вот дверь украшаю. Придёт и скажет, какой у неё хороший сыночек. Всё украсил к Рождеству. Ну, ладно, давай, пока. Вот тоже и тортик получается. Осталось только смазать. Вот здесь будут розочки. А здесь надпись с Рождеством. О, только чем бы это всё сделать? Точно! Кондитерским шприцом. Смазать надо. Только маслёнка сюда не пролезет. А мы её шприцом наберём в него машинное масло и спрызнем. Так, кажется, у нас в аптечке этих шприцов вагон. Здравствуй, Арсений. Здрасте, тётя Таня. А я вот дверь украшаю. Понимаете, сюрприз к Рождеству. Сзади. Только переоденусь. Добрый день, Дашенька. О, здрасте, тётя Тань. А я тут рождественский торт пеку. Загляни ко мне на минуточку. Я ненадолго отниму у тебя время. Хорошо, только переоденусь. Позвольте вам представить самая умная и трудолюбивая девочка Даша и самая трудолюбивая и умная в мире мальчик Арсений. Очень приятно. Взаимно. Молодцы, дорогие мои. Вы правильно делаете, что хотите поздравить своих близких в праздничный день. Но запомните, пожалуйста. Существительный шприц при склонении по падежам и числам сохраняет ударение на первый слог. Шприц, шприцам, шприцы, шприцев. Неважно, о каком шприц идёт речь. О медицинском или кондитерском. Правило одно для всех. Запомнили? Конечно. Вот здесь будут розочки. А здесь надпись с Рождеством. Только чем бы это всё сделать? Точно, кондитерским шприцам. Смазать надо. Только маслёнка сюда не пролезет. А мы её шприцем. Наберём в неё машинное масло и взбрызнем. Да, похоже, Дарья, с этими шприцами мы с тобой попали в просак. Куда попали? Когда? А почему я не помню? Даша, выражение «попасть в просак» означает попасть в затруднительное, неловкое или смешное положение. А чтобы понять значение забытого слова «в просак», нам надо мысленно перенестись в далёкое прошлое. Давным-давно в каждом доме стоял свой предельный станок. Просаком называли пространство от предельного колеса до саней, приспособлению, на котором крутится нитка. Если случайно попасть туда концом одежды или волосами, то нить перепутается с волосами или одеждой – не выдержишься. Так и появилась поговорка. Со временем значение слова «просак» забылось, и оно из существительного превратилось в наречие. Кстати, оно употребляется только в поговорке и пишется теперь слитно в «просак». Дашенька, теперь ты поняла, в какой просак вы попали с Арсением? Здравствуйте, Таня. Мы оказались в смешном положении. Обмешурились. Обмешурились! 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 Не балуйтесь, не балуйтесь. Вы совершенно правы. Этот глагол произошел от существительного мишура. Вот только согласно литературным нормам ударение в нем следует ставить на третий слог – «обмешуриться». А значит, это слово всего-навсего ошибиться. Принять елочную мишуру за золото. А теперь, Арсений, давай навестим тебя. Меня? Да, тебя. Двумя часами раньше. Раз. Ещё раз. Всё равно вода капает. Мам, у нас прокладка полетела. Может быть, я её поменяю? Нет, дорогой. После праздника вызовем сантехник, он и поменяет. Скажешь тоже. После праздника. И всё это время кран будет капать? Вода сочится, да? Сочельник какой-то, а не кухня. Дорогой мой Арсений, вынужден тебя разочаровать. Слово ты употребил абсолютно неправильно. Сочельник – это канун Рождества Христова. А название своё он получил от старинного русского обычая. Но рассказ о нём я начну издалека. Ну, вы, наверное, знаете, что перед Рождеством все православные люди держат пост. Знаем. Прекрасно. В последний день поста, в канун Рождества, в былые времена полагалось употреблять в пищу зёрна, размоченные водой. Это блюдо называлось сочево. Вот от него-то и образовалось слово «сочевник», которое со временем превратилось в известный нам «сочельник» – канун Рождества Христова. У нас в России существовал с незапамятных времён ещё один прекрасный обычай. Вечером в сочельник было принято выставлять зажжённую свечу за окно. И тем самым люди показывали, что здесь, в этом доме, ждут и Иисуса Христа. Вот так, дорогие мои. Ну, а теперь вам пора готовиться к празднику. До свидания, Даша. До свидания, Арсений. Счастливого вам Рождества. До свидания, тётя Таня. Счастливого Рождества. До свидания, тётя Таня. Счастливого Рождества. Ну что, скрипучая дверь нуждается в инъекции? Вот так и закончилась ещё одна грамотная история. Но мы надолго не прощаемся. Нас ждут новые встречи с девочкой Дашей, с мальчиком Арсением, с тётей Таней, правилами и загадками русского языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова